Всем привет, дамы и господа, с вами Герман Пермяков. Привет, дамы и господа, с вами Герман Пермяков. Сейчас развиваются дела, да, все видим прекрасно, что сегодня происходит, коронавирус и так далее и тому подобное. То есть мы на нашем канале частично выдавали информацию, да, частично, может быть, мы не говорили об этом. Но я вам скажу сегодня про коронавирус и вообще про ситуацию, которую, ну, что я об этом думаю. Итак, коронавирус. Абсолютно надуманная, абсолютно надуманная тема. Да, как бы я проанализировал ее, да, сначала она была в Китае, где-то там Китай приостановил что-то, да. Но сейчас вот мы буквально вот выдали недавно в эфир у нас ролик по Fairmatch Trading Group, да, ребята, которые занимаются товаркой с Китаем. В общем-то там все восстановлено, Китай как бы победил этот коронавирус и, в общем-то, все уже там работает. Вся экономика восстанавливается и все хорошо. Что касается остальных стран, особенно Европы, Италии, да, где-то все это вспышка. Ну, я так думаю, мое мнение, что это частично надуманная вещь по поводу закрытия, как бы, России и Украины, вообще границ всех стран, остановки транспорта и так далее и тому подобное. Я считаю, что это вообще, конечно, бред сивы кобылы, я за свою жизнь, да, как бы еще такого не встречал. То есть, допустим, если по Украине статистика, там, скажем, 7 человек выявили этот коронавирус и 40 миллионов населения, зачем останавливать транспорт? Зачем останавливать, закрывать предприятия, супермаркеты? Ну, так вы изобиливаете этих 7 человек, зачем? Этим самым это просто нарушается экономика, да, то есть люди не могут передвигаться, грузы не могут передвигаться. У людей, допустим, у кого, допустим, розничная торговля или, как бы, сфера услуг, все закрыто, как бы, я считаю, что это вообще, это вообще неправильно, это крайне неправильно, да. То есть, людям просто косят экономику. Так же, как, допустим, по Евросоюзу сегодня закрыта граница, да, никто ничего не может не летать, не ездить и, ну, это просто просто гробит сегодня экономику. И, насколько я вижу, вообще, как бы, коронавирус это прикрытие. То есть, я послушал некоторых экспертов, некоторых, там, аналитиков, да, не диваны, кстати, да, а именно практикующих людей, которых бизнесы есть и в Европе, и в России, да, и в Штатах, да, и их мнение такое, что, скорее всего, это проблема с валютами. То есть, это или доллар, или евро. Для тех, кто в России, я понимаю вашу ситуацию, я видел, как у вас-то скакнуло все к доллару, да, как бы, как провалился рубль. Покупать доллар и евро, это, ну, как бы, ну, так сказать, это выход, но не на, как бы, большой период. Это, грубо говоря, вы можете проспекулировать на этом, каких-то, там, пару месяцев, недели и, как бы, вывести назад, да. То есть, для этого, ну, для России, я считаю так, для Украины, для других стран, где поддерживаются две валюты, да, как бы, в том числе и доллар, это ударит поменьше, потому что здесь все-таки людях и фактически экономика завязана на долларе, там, та же недвижимость, та же, как бы, те же какие-то товары, да. Но продажи все равно упадут, потому что люди получают зарплату в гривнах, а не в долларах, да, то есть, естественно, продажи просядут. А с другой стороны, я считаю, что это может быть ненадолго, потому что весь бизнес уходит в онлайн и, скажем так, частично те, кто был в онлайн-бизнесе, они выиграют, да, они, как бы, их по ним это не ударит. Поэтому большинство ресторанов, которые, как бы, делают онлайн-доставку еды, да, или какие-то там какие-то сервисы, они, у них по чекам чеки вырастут, и они, я думаю, что, может быть, даже не прочувствуют закрытие там заведений и так далее. Но в данном случае я, мое мнение по валютам, что процентные ставки, скажем, в Евробанке сегодня почти нулевые, в ФРС США там 0,25 мы смотрели вчера, да, то есть, фактически низкие, его их понизили. А процентные ставки от этого зависит вся экономика, да, как бы, выдача кредитов и так далее, да, то есть, как бы, Европе уже некуда снижать. Поэтому, в общем-то, так как рубли и гривны, это вообще слабые валюты, деревянные, да, как бы, и с ними, как бы, возможно, понятно, что мы живем в этих зонах, я считаю, что лучше, конечно, пока там переждать в этих двух валютах, но, как по мне, я считаю, что можно, ну, я бы сделал так, я бы перешел бы на третью валюту, и вот, это лично мое мнение, еще раз говорю, я никому не советчик, но я лично сейчас делаю, я перевожу часть денег в фунт стерлингов. То есть, или фунт стерлингов, или швейцарский франк. Я понимаю, что далеко не везде его примут, но более-менее в городах или, как бы, на улице, в черном рынке, да, все равно эта валюта имеет ценность, и, в общем-то, ее можно в ней, там, какой-то период прожить, держать не в гривне, там, не в рублях, да. Да, доллар, евро под большим вопросом. Никто не знает, что будет, и, возможно, дай бог, чтобы они, это все прошло, проехало, чтобы они порешали, да, но большой вопрос по курсу доллара, курсу евро. Не то, что гривни, а вообще внутреннюю ценность данной валюты, потому что Италия сейчас конкретно сделает падение того же евро, да, и то же самое, можно сказать, по доллару, потому что там их штаты закрыты, но у штатов посильнее валюта будет, поэтому с долларом, может быть, получше ситуация. Но, тем не менее, я считаю, что нужно диверсифицироваться. Ну, и, конечно, криптовалюта, ее никто не отменял, я думаю, что она, в общем-то, тоже, как бы, выстрелит. Это кратко по валютам. Ну, и, естественно, самое основное, это, возможно, если у вас есть возможность, это, конечно, закредитовываться по недвижимости, или вообще, как бы, набрать кредитные какие-то, там, не знаю, карты, они-то всегда, как бы, вам банк выдаст кредит, пусть даже кредитку вы новую получите, вы, тем не менее, ее сможете, как бы, если что, использовать. Да, то есть, можете ее не пользоваться, там, первое время, но просто, как бы, пусть она у вас лежит. Это, вот, просто совет, да, как бы, по действию в кризисе, да, что вот я вот с людьми пообщался, послушал. Вот, на сегодняшний день такая ситуация. Внимание, будьте осторожны, что это кризис валютный, поэтому с валютами часть, все-таки, я советую, возможно, даже вообще в третью валюту инвестировать, да. Да, у кого нет возможности, обязательно, как бы, тогда хотя бы евро или доллар, ну, в пропорциях, ну, не знаю, каких, обычно 30-30-30, да, как бы, ну, гривна, доллар, евро, да, скажем, кто Украина, если Россия, ну, может быть, тоже рубль, доллар, евро. Вот, пока, это мое мнение, я считаю, что, возможно, пока так, месяца два нужно переждать, а там ситуация поменяется, возможно, как бы, можно вернуться назад, свою валюту. Вот, я думаю, что три месяца, это будет показательная ситуация до мая. Кто, у кого есть возможность, инвестируйте в недвижимость и в готовую недвижимость, которая сегодня уже построена, а не которую вам предлагают через год или через два, через три. Все, вот это моя рекомендация, спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, мы попытаемся держать руку на пульсе. Спасибо, пока.